Сергей, в одном из интервью вы мне сказали, если я не ошибаюсь, кажется, это были вы, что тщетно надеяться на то, что в Российской Федерации победит холодильник, потому что у россиян этого холодильника давным-давно уже нет. Имеется в виду качество их жизни. И мне пришла мысль, а если у народа отберут водку? – Ну, нет, я такой, если говорил, то говорил не так, как вы сказали, и не в таком контексте, потому что я все время… – Извините, Ольга Курносова мне это говорила. В том контексте, что не физически холодильника нет, а не так много в том холодильнике и было, привыкли они жить. – Нет, я не соглашусь с этим делом, потому что как раз я все время сравниваю телевизор против холодильника. Я говорю, что телевизор может проиграть тогда, когда пустеет холодильник. Но холодильник должен не просто опустить. То есть это не чисто вкусовые вещи, что типа у вас раньше стояло там три сорта колбасы или сыра, а теперь у вас там два или один сорт колбасы или сыра. – Холодильник должен просто пустой. Вот как вы не помните это, конечно, вы слишком молодой человек, в Советском Союзе в 90-91 году вот вы заходили в магазин, а там стояли только какие-то консервы, которые совсем были несъедобными, а все остальное просто были пустые полки, просто пустые полки, вообще ничего. То есть вот и в холодильнике, если не пользоваться какими-то там заказами, вот даже я тогда служил во внешней разведке, у нас каждую неделю нам давали продуктовый заказ на работе, потому что если его не давать, то просто зубы на полку класть можно было. Ну а с 89-го года я просто занимался уже работой с иностранцами, и по этому поводу уже ходила валюта. Вот я просто все покупал себе на валюту, у меня было все, что угодно в этом смысле. Но вот только в этом смысле я считаю, что холодильник может сработаться, когда он вообще пустой. А вот если он наполовину полный, то это не сработает, с одной стороны. И с другой стороны, вы знаете, вот про социологию вы заговорили, и вы спросили наших зрителей. Я все-таки считаю, что сейчас у меня ощущение, да, вот из ДЛК, и, кстати, мне иногда говорят, ну что он там может знать, он живет в Париже, там 20 лет уже из России уехал, больше там 20, скоро 3 года будет. Вот что он может знать про Российскую Федерацию. И действительно, я ничего не могу знать про Российскую Федерацию нынешнюю. Но у меня есть ощущение, потому что есть такая поговорка, большое видится на расстоянии. То есть вот наоборот, люди как раз, которые живут внутри Российской Федерации, они могут очень многого не ощущать, потому что они живут внутри процесса. А я смотрю на этот процесс извне, и поэтому мне какие-то вещи заметнее, чем им самим. И это, кстати, даже такой научный способ, потому что систему никогда нельзя познать изнутри. Чтобы понять систему вообще в ее глобалитете, нужно находиться вне этой системы, и тогда только вы можете ее описать. Если вы внутри системы, вы себя ощущаете просто шестеренкой, и вы видите свое собственное место, и ничего больше. Вот. У меня ощущение, что все-таки россияне не хотят видеть эту войну. Она им неприятна. И еще я, кстати, добавлю к тому, кто там, кем Путин расплачивался, чьими трупами Путин расплачивался за свое продвижение или за оборону стратегическую, так сказать, это были еще добровольцы. То есть были трехнутые всякие вот типа Гиркиных, типа Дугиных. Но Гиркины и Дугины – это умные трехнутые, потому что они сидят в тылу и критикуют тех, кто неправильно борется. А были трехнутые люди, которые просто ехали на фронт в Донбасс, начиная с 2014 года, и там их утилизировали. И вот их, кстати, утилизировали еще быстрее всех. А остальным просто на самом деле пофигу все это дело. Потому что, ну, что, бабки за Путина, они что, пойдут воевать, что ли? Калашники? Они калашников в руки не возьмут. И, кстати, в этом смысле Российская Федерация – ужасная совершенно страна, где старперы ради своей идеологии бросают в топ свою молодежь и убивают, собственно говоря, будущее своей страны. Потому что они старперы, и понятно, что у них уже жизнь закончилась. И они готовы отдать своих внуков и детей, лишь бы получить удовольствие от того осознания своего имперского величия и так далее. То есть, на самом деле, это абсолютный идиотизм. Но вот Путин еще и в этом смысле. То есть Путин – это еще поклонение смерти. То есть поклонение баблу, с одной стороны, и поклонение смерти. То есть это люди, которые живут в прошлом, но которые любят жить, так сказать, прилично себе. Им все-таки приятно получить белую ладу вместо трупа собственного сына, внука, брата или кого-то еще. Но на самом деле они живут не в будущем. Они все живут в прошлом. Сталин у них какой-то, Николай II, еще что-то. Они все дискутируют про империю, про Советский Союз. Вместо того, чтобы строить просто страну, которая будет в будущее, чтобы думать о том, какое будущее будет у их внуков и детей. Но их не затрагивает это дело, потому что они не видят это. И даже когда приходят эти трупы, они отключают сознание. То есть сознание не фиксирует приход этих трупов, с одной стороны. А с другой стороны, статистически… Вы знаете, очень просто это я объяснял. Вот тогда, когда были круглые цифры. Когда была цифра 15 тысяч, это был один труп на 10 тысяч. И для того, чтобы понять, как это ощущается, вот представьте себе город, маленький город, ну, средний городишко, 10 тысяч. И вот туда привезли один труп. Заметит это город? Не заметит абсолютно. Потому что у него каждый день 10 стариков умирает. То есть у него больше этих старческих трупов каждый день, чем этот один труп, который привезли с войны. Когда было убито 150 тысяч, то есть на 150 миллионов, 150 тысяч – это один на тысячу. То есть это один промит. А это значит село, тысячи человек, и туда привезли один труп. Ну, станет это эпохальным событием для села, если там привезут на тысячу человек один труп. Да не станет. Потому что, опять же, поножопщина, опять же, там, перепили. Опять же, у кого-то там онкология, у кого-то там сердечный приступ. И там в десятки трупов в деревне этот один труп тоже затеряется. И даже когда 300 тысяч – это всего 2 промилля. То есть это 2 трупа на тысячу человек. Понимаете, и в этом смысле я думаю, что Российская Федерация не ощущает на самом деле вот этого. Она может ощущить немножко другое. Она может ощутить коллег. Вот когда безглазые, однорукие, безногие начнут ходить по улицам, потому что вот это, кстати, было в Советском Союзе после Второй мировой войны. Потому что вы знаете, да, что была даже политика, что вот этих искалеченных людей не пускали в столицу, не пускали в Москву, не пускали в Санкт-Петербург, потому что не хотели, чтобы вот эти и коллеги военные ходили своими культями там, значит, и мельтешили на глазах у людей. И, а сейчас это еще проще делать, потому что сейчас протезы все-таки лучше, чем в советское время. И хотя мы понимаем, что какие-то там дети делают деревянные костыли, но это все-таки делают для, ну, со всех бедных из каких-то деревень, вот. И даже если в эти деревни и приходят эти трупы, кстати, в деревнях это значительно больше, потому что из деревень могут забрать сразу 10 человек и 10 трупов вам вернуть обратно, да. Или забрать там 50 человек и 50 трупов вам вернуть. Вот. Но эта же деревня у черта на рогах где-то там в Сибири, и несмотря на то, что интернет есть, ну, кому охота копаться в этих трупах, кому охота смотреть эти фотографии, разглядывать труп. Вот. И по этому поводу мне кажется, что Российская Федерация не ощущает всего, всей тяжести войны. И даже если она догадывается, что она есть, она не хочет на нее смотреть. И предпочитает, кстати, вот отсюда, может быть, даже эта голая вечеринка. Это тоже вот это пир во время чьей чумы, да. То есть вот чтобы не думать о том, что идет война и что где-то кого-то там уничтожили, мы лучше разденемся, нанюхаемся кокаина и будем пить шампанское. Или водку. Ну, я о водке, кстати, не просто так спросил. Мы недавно обсуждали, как повлияет там яичный кризис, подорожание мяса птицы, настроение россиян. Единственный бунт. Вот вы вспомнили о голодных 90-х и дефицитных 80-х. А я вам напомню, что один из немногих бунтов настоящих, если не единственный, был в 85-м году, еще во времена СССР, когда и голову боялись высунуть, не из-за яиц и не из-за подорожания хлеба, из-за того, что водка исчезла в городе Свердловске. И местные пьянчужки, они подняли на ноги весь Свердловск, они громили магазины, и власти пришлось срочно изыскивать резервы в других областях, чтобы погасить этой водкой этот конфликт. Зачем задуматься, понимаете? В этом смысле я с вами согласен, потому что я вам добавлю еще несколько элементов из этого дела. Андропов, который был председателем КГБ больше 15 лет, когда стал генеральным секретарем, что сделал? Он сделал водку Андроповка, которая была барматуха, но которая была на 50 копеек дешевле, чем что-то такое обычное к тем временам. Потому что тогда уже не было водки за 3,62, тогда уже водка была чуть не 5 рублей, и он сделал ее за 4 с хвостиком. То есть поддешевление было совершенно минимальное, но это прошло на ура, и вот это значит Андропов, как председатель КГБ, понимал, что достаточно на 50 копеек понизить цену водки, и ты станешь кумиром в этой стране, где две трети населения не вылезают из беспробудного пьянства. С одной стороны. А Горбачев в этом смысле был полным идиотом, потому что он устроил сухой закон, он стал вырубать виноградники. Понятно, что пьянь не пила сухое вино никогда в жизни, потому что пьянь либо пила пиво с высоким градусом алкоголя, содержанием алкоголя, либо барматуху какую-то, типа Портвейн, Кавказ и так далее. То есть какие-то тяжелые вина, сваренные с градусом, типа 20, около 20 градусов. Потому что для них, кстати, водка была дорогим слишком продуктом. Это слишком дорого. И вот пьянь, я обратил внимание даже во Франции, вы знаете, у нас алкоголики, они не покупают никакие здесь, ни виски никакой, ни кальвадос никакой, ни мах де боргань. Вот это все они не пьют. Они пьют пиво с содержанием алкоголя 8 градусов или 9 градусов, тяжелое такое. Или вот такую красную барматуху какую-то. Вот это вот в основном пьянь. Поэтому насчет цены водки здесь можно поспорить, потому что является ли водка на самом деле самопотребляемым алкогольным напитком в Российской Федерации. Ну, с другой стороны, Российская Федерация – это единственная страна, где незнакомые люди могут собраться втроем для того, чтобы купить бутылку водки, потому что вот когда я это рассказываю французам, они просто балдеют, просто они просто не верят мне, что такое может быть. Потому что они могут... В Российской Федерации. Но черт его знает, я не знаю, я в России не был уже 23 года, поэтому я не знаю, есть ли это дело до сих пор. Но почему бы нет? Вы знаете, мне кажется, вообще ГУР украинскому стоит задуматься, что можно ведь насильно протрезвить немножко российский народ, если внимательнее присмотреться к ликероводочным заводам, к спиртовым заводам, к производству барматухи. Протрезвим народ быстрее. Вот это, кстати, законная военная цель. То есть это примерно ударить по виногодочному заводу, это может быть даже лучше, чем по танковому заводу. Или примерно то же самое. Или лучше, чем по нефтезаправке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова